Слава великому Богу! Слава Отцу Небесному! Да пребудет мир у тех, кто ищет Бога, кто ищет Его Царство. Ну что есть? Общий корень словом царь и царство Божье. Царь, грядущий царь и царство Божье. Правда? На что Бог нам намекает? Духовное понятие. Правда? Рядущий царь пишется с большой буквы? С большой. Наверное и царь тоже с большой. Называет Отец Небесный Сына Своего Царем? Называет. Есть такое понятие. Царь. Я хочу сказать, что грядущий царь русский. Откровение. У пророков. О чем пророки? Говори. Веселись от души, дочь Сиона. Торжествуй, дочь Иерусалима. Смотри. Идет к тебе царь твой праведный, дарующий спасение и кроткий. Воссядет он на осле, молодом осле, идущий рядом с матерью. Ослицы. От него колесницы у Ефрема. Иерусалим. Иерусалим лишу его конницы. И всякий луг боевой сломаю. Мир провозгласит он для всех народов. Владычество его будет от моря и до моря. От реки Эфрат до края земли. А что до тебя, то пленников твоих спасу. Вытащу их из ямы безводной. Ради крови, пролитой при заключении Союза. Завета оставлю. Возвращайтесь к своей твердыни. Все, кто жил надеждой в плену. Заверяю вас ныне. Все возмещу вам вдвое. Согну Иуду, как лук. Вместо стрелы на тетиву Ефрема положу. А потом в сынов твоих... Греция... Игра наберет. Подниму твоих сынов Сион. И буду сражаться ими, как мечом боителя. Это пророк Захарин. Глава 9. Обратите внимание. 10 стих. Отниму колесницей у Ефрема. Иерусалим лишу его конницей. И всякий лук боевой сломаю. Мир провозгласит он для всех народов. Вот какое Царство Божие. Конечно же, 9 стих. Веселись от души дочь Сиона. Торжествуй дочь Иерусалима. Смотри, идет к тебе царь твой праведный и дарующий спасение кроткий. Воседая это пророчество, на след заезжал Иисус в Иерусалим. Его там встречали и кричали. Благословен грядущий во имя Господь. Пророчество о Сыне Божьем. Он заходил в Иерусалим. Ну а потом был предан на распятие. Как раз это было время. Для чего Господь дал нам Сын? За что умирал Иисус Христос? Праведник. Должен был он умереть? Не должен был. В принципе. Потому что праведники должны жить. Праведный человек должен жить. Не имеем права мы убивать. Мы не имеем права лишать жизни людей. Поэтому Господь твердо призывает верить в Него, в Творца, который в силе защитить безоружно от того, кто хочет тебя убить. Вот такая слава сейчас. И Бог испытывает сердце. Бог испытывает сердце. И еще раз повторяю. Вот вам доказательство. Что грядущий Царь это духовная личность. Это не тот, кто должен управлять страной. А тот, кто должен сеять Слово. Потому что Царство Божие. От слова Царь. Царство Божие. Царство Небесное. Это всем известное понятие. Православие. Люди умирают. И Бог им временно говорили. Земля пухом. Царство Небесное. Желали. Желали люди. Ну, последнее время, когда заканчивается уже период. Некоторые ждали Вознесения. Но на самом деле жизнь на Земле я проповедую. Свидетельствую по Слову Божьему. Были люди, жили по тысячу лет. И есть понятие о тысячелетнем Царстве Христа. Вот такое время мы сейчас живем. Конечно, в первую очередь должны начинать с себя, чтобы остановить войну. Для этого нужно быть миролюбивым. Ну, третья мировая будет или не будет. Я живу в стране, где война. Против нас Россия воюет. Мы до последнего думали, что этого не будет. И русский мир распространяет тех, кто хочет убивать их. Понимаете? Не можно насильно навязывать какую-то идею. Ну, конечно. Это не только идея. Это еще ложь. Нет у нас в Украине нацистов. Нет у нас в Украине нациков. Нет у нас фашистов. Но фашисты это те, кто напали на страну. Поэтому я сейчас твердо говорю. Если русские не покаяться, если русские, которые думают, что убивать это хорошо, не покаяться, то вы сами окрасили себя в темный свет. Понимаете? Вы себя окрасили в темный свет. Перед Богом вы тьма. Просто. И жизнь ваша превращается в ничто. Покаяйтесь. Веруйте в Евангелие. Везелье. Продолжение следует...